Следующая программа предназначена для зрителей любого возраста. Добрый вечер! В эфире «Культурный отдых» – программа, рассказывающая о том, где отдохнуть в нашем городе и во сколько вам обойдется все это удовольствие. Итак, приготовьтесь к отдыху, потому что мы начинаем. Только сегодня в нашей программе. Айрэнби всегда в почете. Five Star Family в Калининграде. Борьба за патриотизм с помощью народной песни. Участница проекта «Народный артист» Марина Девятова в самом западном городе России. «Идиот» – новая версия классики. Куда сходить, на что посмотреть, обо всем этом и многом другом. Только сегодня в программе «Культурный отдых». Популярная группа Five Star Family в минувшие выходные посетили Калининград. Популярная Айрэнби-группа впервые были в нашем городе, но достопримечательностей посмотреть им так и не удалось. О своих планах, новых песнях и предстоящем отдыхе только в эксклюзивном интервью для Первого городского канала. О том, что они вместе, знает вся страна. Трио Five Star Family действительно как семья. Все время вместе и на сцене, и на отдыхе. «Взаимоотношения сложные, конечно. Юля не готовит нам своего себя, абсолютно не стередно. Не убирает за нами, не убирает. Нет, бьют. Это иногда бьет. Причем не то, что вы могли подумать, никаких костюмов, просто бьет. Им нравится. Ну, а если серьезно, взаимоотношения замечательные, дружеские, у нас хорошие отношения, мы прекрасно друг друга понимаем, кроме тех случаев, когда ругаемся. Они прилетели в Калининград всего на сутки, но посмотреть достопримечательности так и не успели. Сон в гостинице казался важнее, да и ругаться некогда, ведь в последнее время у них очень много работы. «Планируем принять участие в различных новогодних съемках, чтобы потом во время отпуска наслаждаться собой по телеку, показывать друзьям. Но опять-таки хотим закончить нашу песню-сюрприз». Новую песню-сюрприз калининградские поклонники услышали первыми. Кстати, клип на нее появится в телеэфирах уже в январе. В январе для участников группы «Five Staff Family» состоится запланированный отдых. Солистка трио Юлиана Караулова планирует позагорать на одном из курортов, а самый высокий участник группы – покататься на лыжах. Но не исключено, что свой отпуск дружный коллектив проведет в Калининграде. За любовь к русской песне ее прозвали «Народной». Участница проекта, народный артист Марина Девятова посетила наш город и более двух часов пела только любимые и знакомые каждому песни. Еще один концерт минувшей недели продолжит наш эфир. Свой народный статус Марина Девятова получила не за участие в проекте «Народный артист», а за любовь к русской песне. С детства она несет ее в массы и получает истинное наслаждение от своей почетной миссии. Для того, чтобы петь русскую песню, мне даже не надо раздеваться, мне не надо петь по фонограмму, меня никто это не заставляет делать. Я счастливый человек на самом деле. Выпускница Российской музыкальной академии, артистка Девятова, за свою карьеру часа сталкивалась с утверждением – «Ваша музыка не формат». На кастинг популярного проекта «Народный артист-3» она пошла в первую очередь, чтобы доказать обратное. Мы в России боремся за то, что надо слушать русскую культуру, русскую песню. На самом деле я не борюсь, я занимаюсь с огромным удовольствием своим любимым делом, просто ловлю невероятный кайф на сцене, и когда я вижу и чувствую аудиторию, которая теплая, а сегодня она была именно такая, мне больше ничего не надо. Зритель к певице Девятовой тоже относится с взаимной любовью. Ее поклонники даже прозвали «Человек-огонь». Сейчас артистка путешествует с большим туром по стране, но в планах у нее свой собственный индивидуальный отпуск. Теплые страны, там, где нет людей, там, где только чайки и я. Это Таиланд. Не говорите мне сейчас об этом, потому что впереди еще большой-большой тур, и сейчас, конечно, лучше об этом даже не задумываться. А дальше планов много. Замуж выходить, детей рожать тоже очень хочется. Параллельно, конечно же, как-то с гастролями это сочетать. Несмотря на любовь к народной песне, среди ее музыкальных предпочтений творчество Николая Носкова. А главной женской слабостью считает любовь к шоппингу, парфюму, сумкам и сценическим костюмам. У меня, к сожалению, еще времени на собачек, на силикон и на шоппинг очень мало. Жалко. Да, я вся дана работе, творчеству. У меня очень, ну скажем так, большие сложные репетиции, хореографические. Я много времени провожу в зале непосредственно хореографическом. Вот, поэтому, наверное, я не знаю, хорошо ли это, плохо, но пока у меня нет хобби. Мое главное хобби – это сцена. Калининград Марина Девятова со своими музыкантами прилетела с опозданием. Из-за погоды вылет задержали на 4 часа. Поэтому достопримечательности самого западного города России ей посмотреть не удалось. Из Храброва она сразу отправилась на генеральную репетицию, а после выступления улетела, пообещав вернуться. Пища духовная и пища материальная. Лично я не представляю своей жизни ни без первого, ни без второго. Как совместить приятное с полезным? Как убить двух зайцев сразу? Расскажет Ксения Иванцова. Традиционной и неотъемлемой частью каждого театра является театральный ресторан. Тот, кто был там хоть раз, знает о той утонченной и одухотворенной атмосфере, которая царит в подобных заведениях. Безусловно, это отличное место для продолжения свидания. Пригласите сюда свою девушку, и она оценит ваш тонкий вкус. Традиционная и неотъемлемая часть. Еще, пожалуй, одно из самых главных преимуществ театральных ресторанов – тех, кого раньше вы могли видеть лишь на сцене и в свете софитов. Здесь вы можете увидеть вполне реально. Актеры театра любят театральные рестораны не меньше, чем зрители. Отныне служителям, мусс и поклонникам высокого искусства есть где собираться, обмениваться впечатлениями и просто хорошо проводить время. Это чудесное место – обновленный ресторан «Мельпомена» на проспекте «Мира-4» в здании драмтеатра. Просто замечательно. Великолепный, наверное, шеф-повар у этого кафе. Замечательный интерьер, очень уютно. Кстати, мы здесь проводим иногда театральные капустники, театральные вечера. Изысканная театральная атмосфера, уютный зал и эксклюзивное меню от шеф-повара. Приятным сюрпризом станет и встреча своих любимых актеров Калининградского драмтеатра, а также приезжих знаменитостей. Каждый четверг, пятницу, субботу и воскресенье для вас – живая музыка и тематические вечера. Ресторан «Мельпомена». Мы рады видеть вас всегда. Проспект «Мира-4», телефон 77-80-67. Межнациональный идиот. Литовский театр «Менуфортес» представил в Калининграде спектакль по известному произведению Достоевского. Как калининградцы понимали и принимали иностранных актеров, расскажет Полина Степанюк в своем специальном сюжете. Так на литовском языке звучит фамилия князя Мышкина, главного героя романа «Идиот». Он также наивен и чист, как и у Достоевского, только более современен. По мнению режиссера Эймунта Санюкрешеса, такие люди есть и среди нас. Их только нужно распознать. В Мышкине увидят человека. А не просто человека, хорошего человека. Не странного, не какого-то особенного. А вот такой человек и должен быть. Дескоризненный, идеалист. Мешта почти каждого человека. Этот спектакль о свойствах страсти, считает режиссер. Здесь нет ничего специфического. Границы времени и территории стерты. 13 актеров, исполняющих главные роли, молоды. Им по 20-25 лет. Поэтому энергетику и недостаток русского языка в постановке они заменяют пластикой и яркой игрой полной жизни. Костюмы подобраны так, чтобы актеры чувствовали себя уютно. В них смело можно танцевать или ходить по улице. Модные и в наше время пиджаки и женские платья в пол. Лишь силуэты напоминают о 19 веке. Времени действия в романе. Во всех спектаклях мы стараемся избегать всяких исторических деталей, точностей, привязанностей какой-то эпохи. И с другой стороны, никогда не перебегаем. Никогда этого у нас нет. Декорации тоже минимальные. Например, поездку из Швейцарии в Россию режиссер увидел через кольцо, на котором друг душевнобольного Мышкина Рогожин тащит его на родину. Стул, стол и двери – самые нужные предметы, по мнению ассистента Некрёшуса. Наша визитная карточка – это мобильность. Потому что мы сразу изначально делали спектакль, думаем о том, потому что у нас собственного театра нету, у нас только репетиционный зал маленький, а так мы все в арендах, в арендах, в разъездах. И об этом тоже думаю, чтобы это все можно за часть убрать и уехать в другой город. Еще одна необычность этой постановки в том, что актеры говорят только на литовском языке. Текст с титрами прописан сверху, ведь литература, по словам режиссера, как константа, неподвижна. Поэтому и свою речь актеры старались передать эмоционально, хоть и на своем языке. Только две-три-три тысячи сетем, я думаю, на мусорецкий аксёд, мы вводим пакет, чем мы идем. Неудобно немножко. Это да, очень сложно считать, глаза устают. Например, сидели так, что перед нами люстра прям висела, мы практически ничего не видели. Удивила калининградскую публику и Настасья Филипповна. По роману ее яркость выражается во внешнем виде. В литовском спектакле же все иначе. Главная героиня сливается с серой массой окружающих ее мужчин и выделяется только актерской игрой. Конечно, удивляют эти костюмы, наряды. Мы думали, что наряды будут уж у Анастасии Филипповны все-таки красочнее. Меня поражает мастерство актеров, их данные. Они убрали лишнее, все самое главное говорили. Я с удовольствием смотрел, я восторг. Спектакль «Идиот» начали репетировать еще летом. И за шесть месяцев труппа театра «Мена Фортас» объездила полмира, где постановка воспринималась на ура. Ведь таких необычных людей, как Мышкина, можно встретить и в наше время. И неважно, в какой стране. Кинопремьеры, концерты, спектакли. В нашем городе каждый день происходят такие события, о которых хочется рассказывать и рассказывать. Поэтому прямо сейчас рубрика «Афиша» продолжает наш эфир. Спектакли. 13 декабря на сцене драматического театра полюбившийся калининградцами спектакль номер 13. 14 декабря все в том же театре драмы, премьера сезона «Серанода Бержерак». Только от того он должен умным быть, Роксан. А если он глупее барана... Не может быть, я чувствую душой, что так же он умен, как и хорош с тобой. Концерты. 12 декабря в Дворец культуры железнодорожников с презентацией нового альбома под названием «4» приезжает самая брутальная артистка Диана Арбинина. За окном его корабль был у осени в плену. Он давно ее искал и любил ее одной. А 14 декабря на сцене одного из ночных клубов с очередным визитом в наш город приезжает самый эпатажный певец Никита. «Навсегда! Навсегда!» Выставки В художественной галерее потрясающая выставка Пабло Пикассо. Параграфы, литографии из частных собраний. В Историко-художественном музее удивительная экспозиция птичьих кладок. 62 экспоната, которые стоит увидеть. Кино В киноплексии эпицентр комедийное приключение «Джунгли». У Сергея и Марины в семейной жизни наступил кризис. Чтобы спасти брак, Марина уговаривает мужа отправиться в экзотическое путешествие. Свечи Жас Романтика Все как вы любите. Может хватит? Приятного отдыха Культурный отдых, культурные люди, культурные события. Обо всем этом уже через неделю. Меня зовут Денис Саландин. Отдыхайте с умом вместе с Первым городским. Нормуль? Да? Виталий? Виталий, выходные. Спасибо, Виталик. Сережа! Субтитры сделал DimaTorzok